И всем привет, ребят, с вами Старбанька, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен окончанию нашего сезона киберспортивного, итогом второго рамкинга мажора. Многие меня просили записать видосы, ну и вообще в принципе видосы, связанные с киберспортом, с этой темой. Первый видос, в котором я обозревал и анализировал команды перед сезоном, набрал довольно неплохую активность. Конечно, будем периодически продолжать освещать около киберспортивную тематику, но если вы хотите видеть побольше таких видеороликов, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунте установить ему личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо видоса, связанного с новым сезоном, то давайте постараемся набрать как раз таки на этом видеоролике 123 лайка. Как только эта цифра у нас наберется, я сразу же постараюсь записать уже видос по новому сезону, по трансферам и по моим предиктам, по командам. Что у нас вообще там будет, кто какие трансферы сделал, да, пробежимся по каждой из команд и плюс, к дополнению, я расставлю свои приоритеты по местам. Что касаемо сезона, который уже окончился, то те две команды, которые я ставил на первое и второе место, эти места и заняли. Это тимпэ и даймондс, можно поздравить эти две команды с заслуженной краской призма и почетным первым-вторым местом. Да, именно эти места забирают у нас краски, плюс довольно неплохие плюшки и резист 20%. Ну и если у даймондс все было, ну я бы сказал, наверное, так, четко, гладко и безболезненно, то у тимпэ первая игра против булдлайн была супер-мега близкая и вообще там все висело на тоненького. Да, хотя я изначально думал, что там игра будет 3-0, быстрая, легкая, но по итогу там все было очень и очень плотно, еще и с пенальти раундами. Ну и в целом вообще были осечки, да, у тимпэ по ходу этого турнира, но все равно 4-0 ребята сумели закончить. Что касаемо Девинс, команды Джонаса, то, как я и прогнозировал, они заняли 4-1, дальше 4-0 тоже, к слову, все в принципе по прогнозам сошлось. 4-1 с проигрышем за игру на 4-0 и с пенальти против Seven Stars, хорошее выступление, да, радует меня Seven Stars, что они после игры с Девинс по итогу еще и заняли тоже 4-1. Да, и показали себя очень круто в рамках этого РМР. Что касаемо состава, то, не знаю, будет здесь у ребят изменения или уже произошли, но в целом стак кулдаунов, да, старых, выглядит очень круто. Да, то есть они прям, ну я думаю, что если до мажора сохранят состав и будут играть дальше, то в топ-8 железобетонно могут залететь. Что касаемо Bloodline, то Bloodline меня очень сильно порадовали, я честно не ожидал такого напора от этой команды и могу сказать, что они за топ-3 и за топ-2 нового сезона тоже могут спокойно бороться. Очень крутой стак и ребята, ну вот тот же АТО, да, показывают нереально жесткий уровень игры, вот что против Team P было. Там, ну, если бы не было этого щелика, то было бы все намного-намного проще. Он прям делал очень большую разницу на карте. Ну и четвертая команда, которая заняла 4-1, это команда T-System. В общем, выиграли они, к слову, нас, тоже, Team P Junior. Ну там, конечно, было, не сказать, что супер развалка, но на уровень выше, да, ребята играют. И 4-1 заслуженно они здесь занимают. С единственным поражением против Team P, и то даже Team P отдали им раунд. Что касаемо 4-2, то здесь у нас такие команды, как Duit, Battle Access, Underwallet, RTB. Я, наверное, не ожидал здесь увидеть команду RTB и больше склонялся к тому, что Вольтажи выиграют эту встречу. Но Вольтажи, к моему удивлению, проиграли. И по итогу RTB, а еще и Меральдс, да, тоже команда, которую я не ставил на 4-2. Я не думал, что такая команда вообще займет 4-2. Тоже занял эту позицию. Ну вот единственное для меня здесь удивлением стала команда Underwallet, да, которая с Алешей Педальным летела с одним поражением со старту, да, потому что четвером ребята играли против пятерых. Ну и по итогу сезон получился у них какой-то, ну, неоднозначный, да. Я все-таки думал, что на 4-1 железобетон Алеша должен залетать, может даже потеть и бороться за 4-0. Но по итогу мы увидели 4-2. РТБ молодцы. Эмиральдс с двумя проигрышами и с победой над как раз-таки командой старых киберкатлет, да, они тут уже, я смотрю, тоже подраспадались. Показали хороший, достойный результат, да. Я считаю, что 4-2 для Эмиральдс, для РТБ это хороший результат. Баталакс и Сандер Волит могли бороться и за 4-1. Там более серьезные ребята, более хорошие стаки. И я думаю, что у них были шансы и побороться за 4-1. Дальше Аврора. Фловлес, да, которых я только что упомянул. Тимпеджуниор, да. Я очень сильно доволен сезоном. И то, что мы с ребятами без моего участия смогли заработать 4-3. Да, и по сути сделать ту минимальную работу, которую я и планировал сделать. С командой, то есть, грубо говоря, команда с нуля, да, то есть просто нулячая команда сумела зайти на 4-3 за, ну, грубо где-то 2,5-3 недели. Да, я считаю, что это очень-очень хороший результат. Если еще учитывать тот факт, что против Вольтажа мы могли вообще цепляться здесь за победу. И, быть может, даже могли бы достигнуть еще лучших результатов. Но все равно 4-3 выглядит очень круто для нашей новой команды. По поводу нового состава обновленного пока что говорить ничего не буду. Но вот сегодня появились новости довольно грустные, печальные, о которых я даже расстроился. Что будет у нас еще дополнительные изменения, о которых вы, я думаю, что в ближайшее время тоже узнаете. Кто следит за стримами, кто смотрит ТКВшки, то тот узнает об этих новостях намного-намного раньше. Поэтому есть неприятные моменты, но что поделать, так бывает, да, и будем стараться добиваться новых результатов. Плюс, ко всему прочему, можно сразу сказать, что я на этот сезон уже в Тимпе Джуниор буду. Если вдруг кто еще не знает, то я с ребятами буду вместе играть. Фэнтези также оказались на 4-3. Парт, стак из паркуристов, которые себя очень неплохо проявили. Я очень сильно рад вообще за вот такие команды, которые появляются, да. Фэнтези, в моем понимании, могли получше выступить, но все равно 4-3 тоже неплохой результат для команды Лабанчпопского. Ну и Аврора как будто бы могла бы даже бороться за 4-2, но противники у них были довольно плотные. Да, и Алеша Педальный там залетел у них, получается, на 4-2, да, был счет бы, если бы они выиграли. То есть там тоже самый, наверное, сильный противник из всех, которых мог быть. За 4-2 им именно достался, если бы был любой другой. То есть, условно, там Эмираль, СРТБ, те же даже батл Аксессы. То, возможно, у ребят было бы больше шансов как раз-таки выиграть эту встречу и закончить счетом 4-2. Но, в целом, наверное, неплохой результат. Что касаемо Золотовой Вольтажей, то я считаю, что это полностью провальный результат для него и его команды. Имея уже столь хороший опыт заканчивать на 3-4, это очень плохой результат для этой темы. Ace of Hearts также заканчивает на 3-4 со стаком довольно интересных игроков. Не знаю, что тут после трансферов... А, ну все, короче, распались, ребята. Но стак игроков был тоже довольно интересный. И для меня тоже не совсем понятно, как они заканчивают турнир со счетом 3-4. Loss Alpacast также заканчивает на 3-4. Команда, которая тоже должна была быть выше. Flash, ну, наверное, плюс-минус там и должны были быть, да. Против T-Jr они играли как раз-таки против нас в последнюю встречу. То есть Ace of Hearts, Valtage, Loss Alpacast. И все эти три команды могли занимать выше позиции. Rubis, ну, наверное, плюс-минус тут и должны были быть, да. То есть 3-4. В принципе, стак, я бы не сказал, что сильный. Да, и поэтому, в принципе, здесь ничего удивительного для меня лично нет. Ну и дальше по командам. Здесь, наверное, даже уже и выделять некого особо. В принципе, ну, плюс-минус на том уровне ребята и закончили, которые и могли быть. Ну, Dominance, казалось бы, как будто должны быть посильнее и получше. Но по итогу ребята заняли всего лишь сетку с подгруппой на 2-4. Да, 2-4. Ну и NSD можно тоже выделить. Команду, которая тоже уже распалась. Но там тоже стак был довольно неплохой, который, казалось, может залететь и на лучшей позиции. По итогу этого им сделать не удалось. Поэтому, что я могу сказать? Сейчас опять открываются трансферы. Опять будет очень много перебежчиков из команд в команду. Можно даже сразу, если так открыть, да, команды и посмотреть рейтинг команд. То можно сказать, что здесь, ну, наверное, уже побольше команд, которые оставляют свои стаки. Но все равно вот здесь вот где-то после... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, где-то, короче, грубо говоря, пятнадцать. Да, пятнадцать команд, которые оставляют свои плюс-минус стаки и формят РМР очки для мажора, да, и не меняют команды. Что меня сильно радует, да, когда есть такие ребята, которые не меняют составы, играют одним стаком. Я больше всегда склоняюсь именно к этому, чтобы ребята играли всегда вместе и не меняли составы. Но по итогу, чтобы зайти в топ-24, достаточно просто сыграть один РМР, да, и попасть уже на мажор и залутать как минимум краску Лаки-7, да. То есть для тех ребят, которые никогда, возможно, не играли в турнирах, это должен быть стимул залететь на третий РМР-турнир, залутать даже очки 3-4 даже хватает, да. То есть, как показывает практика, у каждого есть возможность в этом плане, да, то есть MPJ с нуля, грубо говоря, команда была создана, да, с моими какими-то минимальными корректировками и помощью, но в целом на 4-3 с ребятами мы выйти смогли. Да, то есть, соответственно, у каждого есть возможность дойти даже, хоть и не до 4-3, например, да, но дойти там условно до 2-4-3-4, залететь в эти топ-24 и, соответственно, попасть на мажорчик. Достаточно просто собрать семерых игроков и не менять их до мажора и уже получить дополнительные краски. Я знаю просто, что ребята есть, которые этим горят, которые хотят получить дополнительные киберспортивные краски, поэтому у вас возможности такие имеются, пробуйте, участвуйте и старайтесь добиваться своих результатов. Ну, а я, в принципе, наверное, все, что хотел сказать, сказал. Сейчас у нас открыто полностью трансферное окно, будет интересно посмотреть, что будет происходить с командами. Да, я уже вижу, что здесь есть много команд, которых тут уже вот даже у Аврора 4 игрока осталось. Поэтому будем следить, будем смотреть, что у нас произойдет по итогу этих трансферов. Ну и, как уже я сказал, для темпы джуниор, они тоже будут в большем размере. Я, честно, этого не ожидал, но получается, что изменения у нас тоже будут. Поэтому пишите все свои мысли, пишите, что вы думаете по поводу вообще этого второго сезона. Возможно, у вас есть какие-то свои мысли, свои были прогнозы, да, на турнир вы с чем-то не согласны, либо что-то думали, что будет по-другому. Напишите, будет интересно почитать вашу точку зрения. Ну и, конечно же, поддержите видос лайком. Как я сказал, 123 лайков на этом видеоролике набирается. Я сразу же стараюсь моментально быстро записать видеоролик с обзором уже обновленных команд, который зарегистрируется на новый RMR, на новый Major. Ну и там уже смогу по каждой команде высказать и рассказать все, что они из себя представляют и на какую позицию я их поставлю. Вот такой вот видос у нас получился. Обязательно поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.